Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю специально для Жевжиков и тех, кто борется с Жевжиком в себе, показывать прохождение Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm на уровне сложности Божество с новым патчем и обновлением и новым режимом Варварские Кланы. Варварские Кланы он называется? Да, Варварские Кланы. Вторая серия. Если вы вдруг не видели начало, то перейдите к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры все видят сразу в сообществе. Как вот прохожу, сразу для них и выкладываю. Во-первых, я забыл переименовать город на Море Лаптевых. Я как раз глянул сейчас еще заранее географию Моря Лаптевых. Конечно, вот в данном случае Цива, на удивление, правильно все назвал. Это одно из самых северных, если не самое северное море России. То есть оно судоходно всего три месяца в году. Дай бог, если там есть ледоколы. Но это для северного пути, кстати. В любом случае, самый крупный там порт это Тикси, в котором меньше пяти тысяч человек живет. Ну, что поделать. Мы, тем не менее, перемен... Это точно не Астрахань. Тут на этом море арбузы расти не смогут. Так что это у нас будет Тикси. Посмотрим, как он будет развиваться. Дальше. Мы вышли в Золотой Век. Естественно, мы берем монументальность. Специально для этого и веру прокачивали. И сможем уже начинать покупать, в общем-то, поселенцев их. Размещать. Понеслась. На следующем ходу еще одного куплю сюда, поведу. Невозможно за один ход, потому что, видите, тут уже поселенец стоит. Невозможно купить. А, еще, кстати, не хватает. Ну, а в следующем ходу хватит веры, как я и говорил. Считайте, на два поселенца у нас есть вера. И займемся вот этим лагерем. Надо его уничтожить. Так, ну-ка глянем, как у нас теперь по холмам замечательно носятся пращники. Сводим лошадку, наверное. А, ну, пока стоит. Надо, здесь каковые лошади прокачивать. Ну, конечно, всех надо сводить к Матерхорну, но пока... Знаете, проатакую его. Пока нет такой возможности. Так, и я вроде хотел... Давайте, может, рабочего тут? Или нет пока? Не, ну амбара точно нам не надо. Я думаю, что и на еду... Хотя... Сейчас будем покупать. Ладно, пускай будет на еду стоять. У нас производство... Вот это можно, наверное, сменить. Может, кстати, эту... Вот, давайте поставим на 100%. Давайте галеры построим. Галеры и... Здесь, наверное, строителей поставлю пока. Сразу две поставлю в галеры, чтобы тоже ускорилось все. Так, могу аншан сделать сюзереном, но, наверное, не буду с этим спешить. Какое у него задание? Следующий военный лагерь и ученый. Мне, конечно, скорее в Наску надо будет отправить, но у меня и храмы пока нигде не построены, поэтому тоже не будем спешить. Так, тут вот куча территорий. Вот это, кстати, хорошее место для моих городов. Но, блин, как мне сюда добраться поселенцами? Ну, это же какой-то бред. Как так территория? Это мне... Ну, тут надо посмотреть, что... Какой-то просто мрак с генерацией карты, мне так кажется. Наска дал задание создать лавру. Ну, и я ее выполнил уже, да, понял. Это приятное задание оказалось. Подходим. 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 Подбегаем. Так, я, наверное, дальше пойду. Попробую там все исследовать. Сразу куплю еще одного посела. Этого я уже к Матерхорму поведу. Блин. Я думал, не отнимется житель. Вот так сделаем. Пойду сюда исследовать. Ну, вот это на самом деле реально выглядит, как будто сгенерированное под Россию. Но количество гор, не дающих туда пройти, удручает. Тут я, наверное, Смоленск поставлю. Конечно, могу еще Могилев поставить, но... Давайте уже какие-нибудь российские города, что ли, ставить больше. Плюс два. То есть я не первый, кто сделал галеру. Так, Киев. Четыре-два. А так? Все равно два. Так что лучше, да, давайте так расти. Друзья, а если я так... О, может лучше на деньги как бы поставить. Рост все равно есть. Те же два хода галера строятся, а... А денежки капают. Так, этого мы сюда подвинем. Этим мы сюда подойдем, обстреляем. Мы проатакуем. Проатакуем. Все, отлично. Тут подходим к холмам. Я надеюсь, вот тут пройти и увидеть возможность поставить город. Надеюсь, тут какая-то будет... Не прям все в горах, а... Что-то можно использовать. Да, тут конец карты конкретно просто. Так, Киев к Матерхорну... Поселенцы к Матерхорну поведем. 50-33 против 6,2. Что-то... Видимо, что-то случилось. Так, военную тактику продвинули. Тут проатаковали. Пододвинулись. Подошли. А этим, наверное, к Матерхорну пошли. Уже. Блин, вон там еще сверху какие-то тундровые места. Надо исследовать. Мне кажется, нету смысла идти. Я сюда пойду. Ну, давай, хорошее место какое-нибудь. Да, сюда не влазит ничего. Что-то как-то... Ну, вот как мне тут расселяться? Как мне просто сюда даже добраться? Это же... Сколько ходов я туда буду идти? Это просто мрак. Генерация карты. Так, Тикси у нас растет. Ну, наверное, можно... Пожалуй, строителя сделаю. Тут стопудово надо овец обработать и табак обработать. Том, наверное, иметь. Так, деньги открываем. Раннюю империю... Раннюю империю открою. Поменяю карточку... А, так строители у меня и так... Ну, вот эту поменяю карточку. Морское судоходство. Строители я, в общем-то, поставлю. Тоже строится после галеры. Надо лошадей починить. Надо железо обработать. Даже не знаю. Наверное, все-таки гавань поставлю. Думаю, надо ли мне гавань. Или пытаться на... Нет, давайте копейщиком. Следующим ходом попробуем. Ну, вот смотрите. Сейчас я ставлю город уничтожиться. Видите, вообще перестало... Лагерь не уничтожился, но перестало накапливаться. Даже не пишет, что через сколько-то ходов он встанет в город. Значит, когда ты ставишь город ближе, чем три клетки, то просто этот лагерь не может стать городом. Хочу посмотреть, есть у меня где-нибудь возможность тут лавру поставить? Плюс один. Плюс один это грустно. Монумент. Начнем с монумента. Ну, а тут рабочий нужен, чтобы цитрусовые обработать. Вот тут есть. На ресурсы. Блин, там еще куча территорий, кстати. Да. Просто вот... Каких-то гор нагенерило... Нагенерило... Пошла грустную мелодию Балалайка как раз играть. Коммерция и рынок. Так. Коммерция и рынок. Ну, а потом уже в теологию. А, класс. Тут даже... У-у-у. Мне кажется, тут довольно долго не будет заселено вообще. Я даже не... Слушайте, ну вот серьезно. Как песет добра? Вот это как бы мои места, да? Тундра моя. Но как сюда попасть? Вообще ноль мысли. Ну, уничтожаем. О, кстати, за это дают 3 очка эпохи все равно. Так что нормально. Можно очки эпохи зарабатывать на этих... Штуках. Поставлю пока здесь. Так. Где у нас вообще тут места еще остались? То есть, ну тут я поставлю город. Вообще вот сюда еще город влазит. По-хорошему. И его надо там поставить. Я тут ставлю то раз, два, три. Ну то есть, либо сюда, либо сюда. Нормально будет. Так. Задумался, кого мне лучше взять. Ну, так, а сколько стоит у нас купить? 115. То есть, через ход уже можно будет покупать. И вряд ли у меня... А, Новгород, в Новгороде. Да, давайте Пингалу в Киев. Буду в Новгороде покупать поселенца. Наверное, все-таки сюда поставим город. Тогда у нас еще где-нибудь тут влезет. На побережье. Вот сюда я бы еще размещал. Но это надо не прямо сейчас. Потому что сейчас у нас, видите, тут будет... Какой минус стояние? Минус 20. Нифига себе. То есть, тут где-то столица, что ли, гальская? Тут-то минус 8. Это еще терпимо. Может, отправимся там территорию, поисследуем. Да, ну тут фигня. Какая-то. Фига, тут еще место, кстати. Так, лагерь уничтожен. Дороги усовершенствованы. Военная традиция. Каменная кладка ускорена. Океанию открыли. Ладно. Пока вроде ного. Сейчас придут еще дадут. Вы только эти, хороший город будет. Там даже... Да, оставляем постройку чудес тебе именно. Тут даже... Эта плавра нормальная встанет. Только надо... Вырубить лес. О, кстати, тут уже минус 3. За счет того, что Новгород вырос. Еще этот город поставлю. Еще будет меньше. Я, пожалуй, начну с монумента здесь. Так, тут в Новгороде покупаем посела. Блин, 15. Еще нет следующим ходом. Работу железа. Ученичество ускорили. Тут, конечно, надо будет апнуться в луке. Хотя, может, не апаться, если галл не будет нападать. А, видите, мне еще повезло, у меня соседа один галл только снизу. И все. Что мне следующее надо? Ну, стены точно надо. Я бы в том городе, который я из Новгорода поведу, поставил стены. И дальше бы, наверное, даже в ученичество. Или все-таки, наверное, давайте, наверное, все-таки гавань откроем для столицы и ученичества прям прямой наводкой. Так, глянем. Ух ты. Три черепашки. Красиво. Пойду тут исследовать. Ну, как-то с галлом можно вообще отношения улучшить? Блин, там у галлов, наверное, все-таки ближнего боя. Вряд ли у него кавалерия прям будет много. Вот тут, кстати, вот этот лагерь вполне, судя по тому, что тут скаут бегает, тут где-то лагерь будет этот варварского клана. Вот его вполне можно в город-государство превратить. Кстати, там есть определенное ограничение по количеству в итоге городов-государств. И, кстати, не знаю, не написано в цивиллопедии, но ограничения есть. Так, у нас тут шесть... А, у нас тут шесть веры, потому что еще не обратилась в православие. Блин, мне надо обратить в православие, чтобы... Тут, в принципе, с другой стороны и так производство есть. Это монумент. У меня слишком мало культуры. Так. Сейчас проверяю, просто не принял ли какую-нибудь веру гал. Нет. И собирается ли он ее принять? Ну, в принципе, у него копится. Но у него только одна вера. Осталась одна религия непринятая. У меня уже писатель сейчас появится. Будем его тоже как скауты использовать. Если кто не знает, что делать с великими людьми, когда играете за Россию, используйте их как скаут. Они все равно не умирают. Строитель есть. Пожалуй. Или не строить. Я точно не буду пока... Я не буду точно пока веру на миссионеров тратить. Может, пока и святилище не строить. Кампус. Центр коммерции. Заповедник. Ну вот заповедники можно будет попробовать в Тикси как-то использовать. Кто хрен знает, на какой клетке их ставить. Блин. Амбар, монумент. Может висять? Ну, я думаю, что угонят висячие сады. Че мне их... Че мне их ставить? Да, кстати, выглядит... Вот здесь неплохая промышленная зона. Соответственно, вот здесь можно было бы... Дамбу? Тогда непонятно, где ставить... Правительственную. Не, давайте... Может, еще больше рабочих все-таки, пока... Пока они тут делаются. Оракул. Работка железа. Это я все ускорил. Так, еще по городам пройдемся. Нет, давай так. 8-2, да. 3-7. Ничего не залучиваю. 3-10. 3-3. Нормально. А, че-то я забыл, кстати, продавать лошадей. Ну, кстати, почему нет? О, давайте проверим, появилось ли... Ну, починили ли они эту штуку. Сделать договор более равным. О, предлагаю. Вроде как... Ну, там, правда, немножко по-другому было. Ну, давайте, ладно. Вроде починили, получается. Хотя этого в почтном тебе не написано было. У меня лошадей нормально. И тем более, что они мне не нужны сейчас. Есть писатель. Блин, там где-то, наверное. Хотя, смотрите, тут какая-то территория вон. Выявляется. Это, наверное, континенты и те самые острова. Получается. Так. Покупаем посела. О, боливар, который, блин, разносит свою религию. Может, сразу уже с католиками начать разбираться? Что это за фигня? Мне эта религия как-то не нужна. Так, ну, пойдем, наверное, сюда куда-нибудь его отправим. Блин, это мне надо этим скаутом опять полностью возвращаться. Прикиньте, я еще не открыл возможность плавать по морю. Вот это карта сгенерировалась-то. Так, пока не буду апгрейдиться в луке. Тут плывем к табачку. Тут мы пойдем апельсинки обрабатывать. Кстати, а вот этим, наверное, я поплыву жемчуг обрабатывать. Давайте я этим в город встану. Лавра у нас, по идее, вот здесь самая крутая. Тут была бы... Тут бы, конечно, вот кампус раз, два, три, четыре на плюс пять. Собственно, как и лавра была бы тут на плюс пять. Но появление железа обломало весь кайф. Кампус плюс... Да, и как я, Витя, говорил, Витя, тут гора. Если кто-то думал, что здесь может быть на плюс шесть, Витя, тут внутри горы. Кстати, а вот тут лавра на плюс четыре. Может, здесь поставить, потому что здесь кампус на плюс три будет, А тут все равно на плюс четыре. Кстати, а почему тут на плюс четыре? Потому что Матерхорн. Да, давайте, наверное, поменяем. Тут у нас будет кампус. Возможно. А вот лавра как раз сюда хорошо становится. Витя, все равно соседство от тундры мы тут не используем. Может быть, и не стоило брать. Ну, а с другой стороны, а что мне тут стоило? Вот по-вашему, какой мне пантеон надо было брать здесь? Я не вижу, что какой-то лучше прям был бы. Честно говоря. Содержание юнитов, строительство. Ну, мы это, конечно, поменяем. Минус пять. Да, наверное, кстати, стоит поставить именно содержание юнитов уменьшить. А строителей я еще оставлю. Каменную кладку открываем. Навигация по звездам. Потом верховая езда. А что это вот за... Линия... Вот, видите, за навигацией по звездам какая-то линия нарисована. Очередной глюк. Ммм, хотя вот тут какая-то территория имеется, между прочим. Выглядит так, что Самарканд стоило бы забрать. Опнуть ли мне прачника? Или лучше... Деньги на что-то другое покопить? А с другой стороны, на что? Блин, он может мне тут... Подгадить своим этим распространением? Ну, вряд ли он Киев сможет. Блин, в Киеве мало жителей с другой стороны. Он реально может Киев обратить, блин. Я вот это, кстати, вообще не подумал. И он такой еще прямой наводкой к нему раз... Ну, этим ходом он точно не сможет. Блин, может мне на всякий случай... Вот еще у меня деньги, кстати, были нужны. Может мне на всякий случай реально святилище и миссионера? Тут что-то как-то... Ну, там еще где-то конфуцианство. Конфуцианство не Галли принял? Нет, неизвестный Дрог. Все еще последняя религия не принята. Ну, я сюда иду всеми юнитами, чтобы если вдруг у Гала что-то перемкнет на меня нападать, было чем защищаться. Тут, конечно, красивые места, но... Как-то жалко здесь город ставить за Россию. Ну что, мы так и не увидим этот клан, видимо, варварский. И Аншан жалко захватывать. Все-таки он может мне неплохие бонусы давать. Ну, пока ромашку я вижу только если вот сюда ставить правительственную площадь. Возможно, ромашка, да? Реальная вокруг. Тогда у нас получается дамба только здесь. И, видимо, в столице без акведука. Потому что тут район должен быть. А здесь должен быть район именно... Да, вот здесь придется промышленную ставить, получается. Вывод лучше, интересно. Центр коммерции здесь будет на плюс 4. Так, в итоге. А гавань там? Буду еще открывать. Ну, пока так. Ну, конечно, дамба в Новгороде, возможно. Вот здесь. А, я же хотел переименовать. Сорян, все время забываю. Ну, Новгород не на... Не на... Не престоит же, ребят. Понимаете? Так что... Смоленск. В Смоленске... Тут, возможно, еще дамба. Ну, тут и, возможно... Тут и акведук. Возможен. А что дамба, что акведук одинаково дают? Бонус соседства. Если у нас одна дамба есть, то уже... Ну, наверное, тут и акведук тогда. Предварительно. Ну, и, соответственно, тогда здесь промышленная зона. В Соликамске промышленная зона здесь. Потому что, видите, вот эти две. Так, теперь смотрим, где у нас кампус, возможно. Ну, тут плюс два. Собственно, что он тут плюс два, что тут плюс два будет в итоге. Поэтому я бы, честно говоря, сюда не ставил, потому что есть опасность извержения вулкана. И просто бы здесь поставил кампус. Ладно, дальше пока думать будем. Опять же, эти отралки где-то нужны. Россия, я не сомневаюсь, что Россия очень неплоха для победы туризмом. Потому что у нас уже есть писатели, то есть у нас очень рано начинает туризм капать. Хоть какой-то. Ну, видите, жилье появилось. Поставил плантацию, дополнительное жилье появилось. Поэтому можно вернуть. Пока. Так, ну, мне нужно второй жемчуг обрабатывать. И, собственно, в Киеве получается делать предприятие на веру. Плюс 25%. Блин, может встать этим союзником аншана. То есть чисто, чтобы конь мог туда пробежать. Я просто думаю, тут может быть какая-нибудь руинка. Че нет-то? И, кстати, Колумбия не решилась меня обращать. Это здорово. И руинок никаких нету. Вообще, конечно, ну, как бы много картинок, я понимаю. Но город же никакой тут будет, по моим ощущениям. Ну, вообще, вот эти четыре благовония, с другой стороны, как бы манят. Манят. Третья... Третьи цитрусовые. Третий жемчуг. Ну, вообще, наверное, надо будет сюда. Город. Ко судостроению надо сначала. Хотя, я ж могу тут пройти. И так. Блин, вот тут еще какие-то места ничего такие, да? С тундрой. Блин. Ну, пока нету веры на покупку поселенцев. Поэтому просто игнорируем. Что-то гал как-то очень нехило так развивается ни с того ни с сего. А, нет, тут все-таки нету места. Похоже. Да. Да. Стены я открыл. Но стены я, наверное, буду сразу вот в этом городе строить. У меня нету доверия галу. И никакого. Я думаю, постоять мне тут... Я вообще, наверное, высажусь, обработаю кукурузу, потом обратно спущусь. То есть, мне надо дождаться, когда будет два жемчуга обработано. А я этим, наверное, туда пойду, к жемчугу. Да, давайте. У нас... Пять ходов получается. Мы высаживаемся и... Еще фермочку ставим пока. Есть монумент. Блин, вот мне не нравится, что вы еще медленно... Вот мне в Тикси нужна религия, а я не могу ее распространить. У меня нету священки. А тут поэтому святилища нету. А я не хочу тратить веру на миссионеров, когда я могу на поселенцев тратить. Так что, с кампусами тут плюс три. Ух ты, а тут плюс четыре. Ну, видимо, тогда тут храм Махаботки у нас меняется. Я бы кампус построил такой на плюс четыре. Наверное, нужен еще тогда один строитель. Давайте этим строителям я сюда пойду шахту организую. Ну что, вот в Тикси у нас только кампус и гавань останется. Постраивайте все. Я тут больше... Я даже не вижу, что тут еще можно ставить нормальное. Заповедники. Из-за вот такого пересечения, из-за того, что так вот море входит, тут заповедники не получатся нормальные сделать. Такое ощущение. Уже через десять ходов античность заканчивается. Быстро. Это было быстро. 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 Ооо, тварь. Смотри, ну у меня влазит, слава богу. Ну это... Это вот тварь. Тварь. Просто шизоид. Так. Все, мы возвращаем. Мы ждем, когда тут будет обработано... Да елки, дайте выбрать все рабочего. Когда тут будет обработано жемчуг? Этим парнем... Ну, наверное, к Смоленску вот тут все обрабатывать. Где мы продолжаем рабочих создавать. Так, а посел у нас стоит... 140. Нет, чтобы вот туда пойти, город, эту Олезию ставить. Нет, пошел. Понимаешь, у кошерика? Эти... Пресная вода, вот это вот все. Так, ну что я сюда прискакал? Проплыть я все равно не могу там пока юнитами. Судостроение потом следующее открывать, а не ученичество. Чтобы можно было сюда поселенцам... А, поселенцам? Нет, поселенцам я не могу пока плыть. Рабочие только плавать могут. Я, наверное, вернусь. Да. То есть вот это вот... Вот эта вся неоткрытая территория... Тут все в горах, скорее всего. Просто все в горах. И мешают... Так, а если я Самарканд возьму, то еще вот тут город возможен. 11 и 13 у нас. 12 и 13 науки. В то время как у Гала 52 и 38. Поэтому мне и нужен еще один... Точнее, не еще один, а просто нужен кампус хоть какой-то. Это ж печаль. Они уже... Они уже по культуре в средневековье. А я все еще в античности. И по науке они... Ну, по науке еще не так. По науке только вот здесь. А в лидерах у нас, наверное, какой-нибудь Вавилон. Скорее всего. Так, я сейчас глянусь. Количество технологий следующим ходом. Общее количество технологий. Так, надо бы сюда еще войско подвезти. Самарканд не является... Блин, является союзником МГ Орикса. Это мне не нравится. Ну, 309 и 200, мне кажется, выглядит нормально. То есть я тут ставлю город. У меня тут юниты стоят. По-моему, терпимо. Пойдем исследовать писателям. Так, эгэдымский конь. Может, все-таки вернуть. Меня смущает угол. У меня тут есть чем открывать. Все-таки. Так, тут все еще стоим, ждем. Следующим ходом... А, нет. Да, следующим ходом я смогу здесь предприятие поставить. И это плюс 25% к вере. Тут вырубаем, ставим кампус. Кстати, тоже плюс очки к эпохе. Но я, видимо, в нормальный век выйду. Лесопилку тут поставить, в принципе. Ну, не так уж и плохо, Тикси. Но он, опять же, большим городом не будет. Вот как раз, да. На 5000 человек все как в жизни. А, вот у нас. Пурпурный ворон. И Вьетнам встречен. И где ее столица? А, вот. Да, кстати, где прячется? Я думаю, что-то не видно на миникарте. Ну, далековато, да. С ней, наверное, в союзниках не побудешь. И она, наверное, с другого континента, кстати. Ну, тоже 56, 53. Ну, у нас второе и третье место как раз встреченные мной. Ребята, может, поторговать с ней пока чем-нибудь? Лошади. Что ты хочешь за 10 лошадей? Однократно 48 монет. А, вот все-таки не работает. Не делает обратно оно равным. Ну, это не дело. Давай 50. Нет? И 49 нет, да? А, нет, подходит. Ну, я, наверное, приму. Я не знаю, куда мне пока этих лошадей девать, а деньги всегда нужны. Так, вообще, что у нас по ресурсам? Я как-то даже не посмотрел, не посмотрел, что там у Колумбии. Ну, все по одному у всех. У меня, видите, два цитрусовых и два табака есть, но мне их некуда. Хотя, откуда у меня два? А, да, от Аншана. Аншана у меня это. Так, то у меня все равно будет, конечно, два цитрусовых в любом случае. Но торговать мне не с кем. Висячие сады построили. Да, я вроде не успевал, получается. Торговцам грузиться на корабле. Гавань, форусский маяк и просто... Так, ну, давайте думать теперь. Там они поменяли кучу всего. Но я бы, наверное, античную... Ну, вот зачем мне олигархи? Я ни с кем сейчас не воюю. И не собираюсь пока. Ну, если только галл на меня нападет, тогда я поставлю олигархию. Автократии. Я не собираюсь сейчас чудеса света строить. Вот это, конечно, ко всем видам продукции за каждую правительственную площадь, дипломатический квартал и дворец. Ну, у меня еще что-то ничего не построили. Да, античная республика получается. Я скоро кампус построю. Так, плюс два к влиянию. Потому что мне первого посла даже некуда отправлять, на самом деле. Два торговых путей, поселенцы. Клетки тоже мне нету смысла покупать сейчас. Вроде, да, давайте, наверное, просто... Или два... Нет, давайте просто производство. Я бы содержание юнитов, наверное, поставил. Или лояльность. Ну, там вроде не отваливается город. Эти содержания. Потому что пять монет все-таки неплохо. Так. И ставим здесь промышленное производство. Плюс 25% верно. Ну-ка, глянем просто, сколько это будет до... Ну, пока только 6 всего лишь. Ну, хорошо. 6 плюс 25 это будет плюс 2. Да, 1,7, 2. Опять он сюда идет. Вот это мне уже не нравится, кстати. Так, давайте сюда лошадей обрабатывать. Этот у нас побежит. Наверное, на железо. Блин, мне бы тут еще, конечно, город поставить, чтобы они влияли все друг на другу тут. А у этого будет выдвинутая Олезия. Да, конечно, странно, карта сгенерирована. По моему скромному мнению. Сейчас гляну, что тут у него. Ой, какой замечательный. Выхлоп. Ну, конечно, кампус хороший. А вот это плохой. Плюс 3. Смотрите, он еще и просвещение, что ли, уже открыл? Плюс 3 тут, потому что 2 тропических леса, и он уже в просвещении. Ничего себе. А, не, в исторических хрониках. Сорян, в исторических хрониках он. Блин, а что я иду в тему? Ну, драму и поэзию мне точно надо сначала открыть. Блин, как-то все странно пока. Так, этот караван отбегал. Наверное, давайте из Казани. Отправлю в Киев. Финский залив. Вот там Петербург должен был стоять. В Финском заливе, конечно же. Так, 2 заряда. Где у нас лесопилки? В строительстве. Хотел бы я тут лесопилку поставить. Ну, то есть, видимо, надо здесь шахту, а потом здесь просто поставить и стоять, ждать, когда лесопилки откроются. Что, может, понанимать? А могу Вьетнам выбрать, да, чтобы 175. Ну, как-то дороговато. Я вот надеюсь, что вот этот клан реально в город-государство превратится. Я хочу на это посмотреть, как это произойдет. Слушайте, 7 ходов. Даже 8. А у меня уже так прилично. То есть, я производство поставил. Плюс, я вот за этот район сейчас получу очков. Нормально так. Галлия протестует. Первым стал, который промышленное производство запустил. Блин, может, мне какое-нибудь чудо все-таки попытаться урвать. Но это... Блин, храм Артемида. Вообще нету нигде. 5 ходов всего строится, но... Вообще без шансов. Нету вообще нигде никаких лагерей. Вообще не вижу. Ни оленей, ни свиней. Да, жаль, храм Артемида был. Ну, фороский маяк долговато. При этом мне же надо еще сначала гавань с маяком построить. Что тоже, мне кажется, странно. Почему? Фороский маяк требует уже наличия маяка. Было бы логично, что вы строите гавань. И рядом с гаванью строите фороский маяк. И он вам дает автоматический маяк в гавани. Ну, собственно, что было в 5 циве. То же самое. Бесплатный маяк появлялся. Так, ну я 1 очко могу получить. Открыв мечников и... Может мне тогда их открывать? Я вот хочу, в первую очередь, город вот здесь поставить. Мне для этого плыть не надо. То есть судостроения для этого не надо. Давайте, наверное, обработку железа апну мечника. А это всадников, то есть я смогу... Вот эти всадники 36, а эти всадники от... От варваров 20 только. Это еще по одному будет. 6 ходов открывается и то, и другое. Ну, наверное, пора гавань строить. 4. Кстати, еще и гавань даст очки. Проверяющая площадь потом там. Давайте сначала гавань. Так, меня волнует вот этот колумбийский чувак. Если он начнет меня обращать, надо будет мгновенно... Да, проблема, что он как бы для всех городов как-то не обращаются почему-то сами в мою религию. Что странно. Типа, вроде как влияет, но очень слабенько. Так, в Казани. Гавань. Наверное, все-таки стены. Вьетнамское музло повалило, да? Наверное, прошу простить. Я не буду пока сюда ставить город. О, ушел. Он чисто исследовал территорию. Ладно. Нет. Суши. Нет. Не хочу. Лошадей пока не хочу и продавать. Так, что построили? Великую библиотеку. Кстати, а Гал не принял еще религию седьмой? Вообще, кто-нибудь приезжал, посмотрим. Нет, еще религии нету. Седьмой. И... Великая Колумбия. Вьетнам, кстати. У Вьетнама явно какая-то религия есть, да? Иудаизм у Вьетнама. В пяти городах. Блин, может, в Адуатуку уже отпросите? Три... Три науки, три культуры. Мне кажется, имеет смысл. Это четверть от того, что у меня сейчас есть. Плюс, получается. Блин, какие тут места с этими... С геотермалками и горами. Плюс... Плюс пять, да? Тут кампус плюс пять. Но с другой стороны я тут тоже могу город, кстати, поставить. Только вот здесь надо ставить тогда. Блин. Это не очень удобно. А как будем так отношения улучшить? Может, открытые границы? Он готов, кстати, платить. Не работает опять это сделать договор равным. Так, делегацию прям, наверное, не примет. Да. Да никто тут пока не примет. Я слишком отстаю от них всех. Там они нас считают неровней. Естественно. Так, есть ли какие-то ресурсы поторговать? Нет, только у меня есть ресурсы. Тут еще у Гала куча территорий, на самом деле. Могу я купить следующим уходом поселенец. Ну, слава богу, этот миссионер колумбийский чисто посмотреть забегал. Так. На чем я еще могу получить какие-то очки? Блин, я не открыл еще, знаете чего? Водяную мельницу. Водяная мельница как раз для строительства нужна. Вот у нас ходов. Семь. И это как раз семь. Но мне важнее все-таки мечники и... У меня сейчас, по идее, еще должны будут очки появиться вот за счет писателей, художников. Хотя как? Одно очко должно только появиться. Вот за счет этого. Я сечу его, выкуплю за веру. Тут вот у меня должны быть очки и тут. Блин, да должно вроде хватить. Но надо сначала все-таки мечников открывать. Пока водяную мельницу проигнорируем, значит. Тут у нас стоит строители и производство. Ну что, еще строители сделать? Клетки надо обрабатывать. Соликамский монумент. Строители или лавру уже начать строить? Вот в чем вопрос. И то, и то пять ходов. Наверное, все-таки лавру я лучше отсюда строителя туда отправлю. Поэтому. Дорого, но у меня уже так прилично. Денег. И мне надо как-то религию разнести. А вот еще, кстати, у меня строитель. Уже пойду вырублю. Я, наверное, вот этим пойду вырублю там. Каскод сначала тут обработаю. Да, выглядит. Выглядит нормально. Если не смотреть на цифры развития... Хотя он уже и колумбийц. Так, давайте глянем, что там по городам. У кого что. Шесть городов Колумбия. Пять городов Галия. И четыре города Вьетнама. Какие у них отношения с другими? Хорошая из Колумбии, она больше никого не встретила? О! Как-то, может, наш один континент такой? Колумбиец кого-то встретил и воюет? Гал кого-то встретил и неизвестно. Это интересно, это интересно, кстати. С кем там Колумбия воюет? О, уже мечники. Ну, у меня мечники тоже, вон, два хода и... И деньги у меня есть на апгрейд. Плюс три. То есть, плюс три еще будет и за гавань здесь. А это значит, я выхожу в Золотой Век. Потому что еще одну очко просто за... Так, слушайте, я тогда всадников пока не буду открывать. Я пойду в колесо, я хочу в водяную мельницу. А потом уже всадников. И потом уже судостроение. Бедный этот скаут. Я думаю, что он не вернется мимо этого лагеря. Надо апнуть трилучника всех. Когда они уже вместе тут будут стоять. Блин, он все еще тут ходит. Какой-то опасный парень. Я думал, ты уже свалил. Блин, может... Нет, мне нужно... Мне нужно покупать поселенцев. Может купить тут святилище? Тоже пока нет. Я бы лучше маяк купил. Так, ну и куда мы его поставим? Компьютер предлагает здесь. Третий жемчуг. Не, мне надо как-то так поставить, чтобы захватить и жемчуг, и табак, и цитрусовые, и три этих. А это значит сюда. Ага. Я не считаю, что тут надо много городов ставить, потому что тут плохая... Ну, плохие территории имху. Так, и как он сюда будет идти пока? Стоп, вообще он не проходит, потому что здесь стоит долбанный рабочий. Ладно. Псадник варваров. Не, кстати, если они будут апгрейдиться потом в этих летучие отряды с нормальной силой, 44 будут, да, то вполне нормально покупать у варваров вот это все. Так, я, наверное, хочу вот тут посмотреть все-таки сначала. Так, пройти. Здесь я буду лошадью скакать. О, Наланда. А, это это. Кстати, ну, мы можем проверить... Мне вроде говорят, что починили уже Наланду. То есть она теперь не дает, что можно... Тут... Какой баг был? Ваши строители строят Махавихару. Ее можно было ломать и заново строить, и она опять давала... Вот после строительства первой Махавихары игрок получает случайную технологию. То есть можно было ломать, опять строить Махавихару, и она опять давала случайную технологию. Как-то вот так это работало, к сожалению, поломано. Не растет пока город. Ну, давайте, наверное, тоже тут святилище я поставлю. Не тоже, точнее, а поставлю просто святилище. Тут бы, конечно, и в этом городе нужно... Этот... Кремль. Тут потом... Кстати, я вот кампус поставил, что рядом с ним не поставится... Станция Амутсона. Но, давайте это уже будем... Все в следующих сериях проверять. На этом пока все. Продолжение завтра. Спонсоры могут уже сейчас во вкладке сообщества поискать. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Играйте в умные игры, и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok